Друзья, привет! С вами снова я, Любомир Борода. Вы давно просили каких-либо туториалов по плетению из паракорда. У меня все никак не хватало времени, но наконец-то я созрел. И сегодня хочу вам показать, как сплести темляк. Темляк из паракорда, в котором нету сердцевины. Потому что отверстия в ножах бывают маленькие, и паракорд целиком туда, вдвойне особенно, никак не влезет. И поэтому, для того, чтобы все-таки делать какие-то темляки, чтобы нож как-то украсить или украсить какой-либо инструмент, некоторые люди делают так, что они просто вытаскивают сердцевину из паракорда и плетут из одной оплетки. На такие темляки очень классно вешать какие-то бусинки, которые тоже не предусмотрены под две жилы толстого обычного паракорда. А бусинка очень кайфовая, и ее очень хочется повесить на нож. И поэтому приходится делать такие ухищрения. А такой паракорд, конечно, при распускании ничего полезного вам не принесет. Но, опять же, многие из нас распускают темляки для каких-то там случаев. Темляк все-таки служит больше как украшением, либо удобным дополнением к рукоятке ножа. Темляков из оплетки паракорда существует несколько видов плетения. Поэтому сегодня мы с вами сплетем вот такого плана темлячок. Вот, и я вам покажу, как его делать. Вытаскивать сердцевину из паракорда вообще несложно. Единственное, что если у вас обожжен кончик, то его надо срезать. И вот таким вот образом просто взять за сердцевинку, и она легко тянется. Сердцевину потом можете использовать, там, дедушке отдать на рыбалку или еще что-то. Ну, сами разберетесь, что сделать с капроновой ниткой. Мне недавно пришлось расстаться со штативом. Это я заказывал тоже как-то на Алиэкспресс. Знаете, такие есть гибкие треножки. В итоге, там просто алюминиевая проволока толстая. Если вы часто сгибаете, то она переламывается. С одной стороны, штука классная, а с другой стороны, очень быстро выходит из строя. Вот, и поэтому сейчас взял штатив побольше. Он не очень удобный для меня, но так как надо запиливать видос, приходится работать на нем. Так что, прошу прощения за ракурс, но надеюсь, что вам все будет понятно. Итак, я взял два кусочка паракорда по метр двадцать. Вот, выточил из них серединку. После того, когда вы вытаскиваете сердцевину, вы вот эти кончики постарайтесь оплавить. Вот, не обязательно их прям сжигать. Можно просто сделать вот так. Вот, немножечко просто зацепить. Этого будет достаточно. И давайте мы сейчас начнем плести наш темлячок. Как всегда, находим серединку. Для плетения нашего темлячка нам надо будет просто в серединке сделать вот такой вот крестик. И положить его на плоскую поверхность. В моем случае это стол. Вот, первое, что мы делаем. Мы берем, давайте, нижний отрез. И накладываем его петлей на верхний. Потом, придерживая серединку, также петлей накидываем вот сюда. Дальше берем этот отрез и закидываем его по тому же самому принципу петлей наверх. Придерживая серединку. И потом у нас остается четвертый. Мы его так же накидываем вот здесь сверху. Сейчас вам покажу. Рукой закрываю, да? Так же накидываем, но уже просовываем вот сюда. и держим середину. Должна получиться у нас вот такая вот конструкция. и затягиваем ее потихонечку с двух сторон. Желательно держать серединку, чтобы она никуда не уехала. А, наверное, вы прилили когда-то чертиков из капельницы, когда раньше лежали в больнице. Вот, в итоге получается вот такой вот у нас назовем его квадратик. Вот. Дальше, смотрите, мы же будем делать темляк, соответственно, нам надо, чтобы была здесь какая-то петелька. Тут мы вот сейчас ее затянули, и это не очень удобно. Можно сюда вставить колечко, но я думаю, что лучше все-таки вот эту вот петелечку вытянуть на какое-то определенное расстояние для того, чтобы потом подцеплять ее к ножу. Давайте мы с вами это сделаем. Для того, чтобы ее вытянуть, соответственно, нам надо просто расслабить часть нашего плетельни и вытянуть ее наружу. Это делается очень легко. Просто держите за нее и две стороны немножко распускаете, потом придерживаете на месте вот таким вот образом. И вот она ваша петелька. потом просто, чтобы не потерять наш узор вот эти вот четыре краешка, вы стараетесь держать его в руках. Дальше все делается очень просто. Вы просто выбираете один из хвостиков, с которого вы начнете ваше плетение. Давайте мы возьмем вот этот. И смотрите, вот он у нас, получается, смотрит по направлению сюда. Вы просто его заворачиваете в эту сторону. Куда смотрит, получается, с какой стороны у нас плетение. Сюда мы и заворачиваем. Потом, по тому же принципу, что мы делали в самом начале, также мы закидываем петлю сюда. Просто всегда держите его здесь в середине, чтобы ничего у вас не уехало. Потом по этому же принципу закидываете сюда и точно так же закидываете и заводите в петлю. Сейчас я просто держу в руках середину для того, чтобы она не уехала. Вот. А потом на следующих этапах так вот аккуратно затягиваем я буду все это показывать еще раз, но уже сильно держать середину не надо будет, потому что она закрепится и вам будет, в принципе, понятно, как это делается. Вот мы его сейчас давайте подтянем аккуратненько. Почему в руках приходится держать? Потому что, как я уже говорил, мы оставили с вами вот эту петельку. Если бы не было петельки, было бы все уже намного проще. Вот. Вот мы подтянули, теперь у нас крепко держится наш квадратик, так называемый, сплетенный. Петля у нас на месте для того, чтобы подвешивать на ножик. И теперь мы можем смело уже плести намного проще. Все это делается на руках, даже класть особо никуда не надо. Как я уже показывал в прошлом случае, находим вот любой конец, любой, а не все у нас с этой стороны. Вот. Конец, ну, просто делим наш квадрат на сторону, да, у нас получается. Вот откуда торчит кончик с этой стороны. Значит, с этой стороны мы его и загибаем. Если начнете загибать в другую сторону, то у вас конструкция получится не квадратная, а круглая. Она будет у вас как спираль крутится. Сейчас же мы делаем с квадратными сторонами. С ровными квадратными сторонами. Как брусок. Все. Положили сюда сверху. Берем этот этот отрез. Также кладем сюда сверху. Берем этот отрез, кладем сюда сверху. И последний, когда накидываем сверху, мы его заводим в петлю. Завели, затянули. И теперь в обратном порядке. Так как у нас получается, хвост торчит уже с этой стороны, значит с этой стороны мы делаем те же самые движения. Затянули. давайте медленно еще раз. Положили сюда. Положили сюда. Положили сюда. Положили сюда. и завели. Со всех сторон взяли. И равномерно тянем. Затянули. Теперь с этой стороны. Точно так же. Взяли, положили сверху. Этот взяли, положили сверху. Этот взяли, положили сверху. и последний взяли. Кладем сверху и заводим в петлю. Так, доплетаем до нужного вам размера самого темляка. Давайте последний я сейчас затяну. У меня получилось примерно вот такой длины. Видите? Такой квадратный прикольный темлячок. Не обязательно его вешать на нож. Кто что, гораст. И вот здесь у меня получается петля, которую я оставлял под ножик, или под то, за что можно его цеплять на нож, например. И смотрите, вот здесь образовалась вот так она выглядит. Можно, например, взять бусину и повесить ее сюда. Для того, чтобы это было более красиво. Это делать не обязательно, но как один из вариантов можно. Давайте вот я возьму, например, у меня есть вот такая бусина. Засунем ее сюда и уже у нас смотрите. Получается вот такая картина. Уже с этой стороны у нас, со стороны крепления у нас темляк выглядит прикольно. Плюс можно, например, эту бусину еще и регулировать, да, где-то вы зацепили, подтянули, классно держится. Смотрите, у меня эта бусина с достаточно толстым диаметром, сюда и без сердцевины обычный паракорд вдвойне тоже заходит. А бывает такие отверстия, где, ну, они тоненькие, почему мы, в принципе, и плели, да, такой, без серединочки. Вот, для того, чтобы просунуть бусину с более тонким диаметром или, например, длинную бусину, вот как вот эта, в которую тяжело уже будет запихивать просто наш паракорд, мы берем одну из жил нашей сердцевинки, которую мы вытянули, и таким вот образом просовываем ее в нашу бусину, потом цепляем просто петлю, которую нам надо продеть, засовываем обратно в бусину, берем этот кончик, и вот теперь нам одеть будет намного проще. Взяли и просунули. Получилась вот такая у нас интересная конструкция, да, такое как будто бы туловище. Если покреативить, сюда можно еще и ручки какие-нибудь вставить, и ножки оставить. Но мы сейчас ножки оставлять не будем, мы просто сделаем здесь завершение нашего темлячка. Друзья, опять же, смотрите, то, что говорю и показываю я, это просто мой опыт, но это никак не основное правило. Вот смотрите, вы можете делать это по-своему, я просто показываю так сказать основы, как это можно делать, а какая будет длина, какую вы повесите бусину, какой длины вы оставите петлю, это все же зависит от вас и даже каким образом вы закончите данное плетение. По идее, вы можете вообще оставить все вот эти четыре жилы, завязать какой-то там узел, оплавить, и, ну, значит, так вам нравится. Я, например, ну, вот, если бы этот темляк я плел для себя, то я бы сделал следующим образом. Сейчас я вам этот образ покажу. Четыре жилы, ну, я не знаю, куда мне их засунуть, просто у меня нет какой-то такой толстой бусины, в которую я с радостью засунул бы все эти четыре жилы и как-то там оплавил, поэтому две жилы я просто возьму и срежу. срежу таким образом побольше чуть-чуть для того, чтобы я смог приплавить все это дело, чтобы мне потом это все не расплелось. Как-то вот так. Возьму зажигалочку, приготовлю сразу, у меня есть вторая зажигалочка, которую я держу только из-за вот этой вот части, что мне очень удобно прижимать. Вот. И обожгу. Вот он начал чуть ли не гореть уже и таким вот образом его прижму. Красиво покручу и получилась у меня вот такая вот штука. То же самое я сделаю с этой стороны. и тут мы тоже прижали. Вот. И осталось у нас два хвостика, на которые, собственно, мы возьмем, оденем нашу бусину. Например, вот эту. Ну, потом подцепим сюда вторую. мне еще не всегда удобно смотреть через дисплей камеры. Когда это ближе к глазам подносишь, оно как-то удобнее выглядит, но вроде все получается. Аккуратно прокручиваем вот таким вот образом. Сейчас кончик выйдет. Вот он уже появляется. Вот и все. Бусину потянули до конца и можно завязать, сделать какое-то окончание, повесить какой-то, повесить, завязать какой-то узел. Можете попробовать кельскую кнопку бриллиантовый узел. Как ее плести подробно вы можете посмотреть вот здесь. Я поставлю ссылочку. Вот. А я же просто завершу вот таким вот простеньким узелочком. По бриллиантовой кнопке, опять же, по кельскому узлу, смотрите, сердцевины нет. И надо будет очень аккуратно его вязать, для того, чтобы не было всяких таких вот помятостей. Я же вяжу, кстати, я вам не показываю, да, узел. Я его где-то уже показывал. Давайте еще раз. Тут все просто. Вы берете, делаете такую петельку, вот, а здесь делаете петельку только задом наперед вниз. Вот. И этот хвостик засунуваете вверх в петлю. Ставьте на паузу, смотрите подробно, если непонятно. А этот хвостик засунуваете вниз в петлю. Получается такая штука. Потом этот же, который мы засунули вниз, мы просто здесь выводим опять наверх, а этот, как по кругу, да, который засунули вверх, закидываем сюда, заходим вниз. и постепенно все это дело стягиваем. Стягиваем, доходим до конца, так вот аккуратненько. ставим один к одному, чтобы получился вот таким вот крестиком. Здесь тоже. Ну, да потом можете подтянуть сюда уже бусину. Получается вот такое завершение нашего темляка. Эти хвостики можно опресс оплавить. Вот, собственно, и все. Ну, единственное, что у меня здесь эта бусина светлая, эта бусина желтая, но, опять же, я вам просто показал теорию. Вы можете вешать все, что захотите. Ну, и, соответственно, когда вы возьмете ножик, вы легко засунете вот такую вот петельку в тоненькую дырочку. Если она даже у вас не пролазит, вы сделаете это с помощью лайфхака, который я вам показал, с помощью как раз той капроновой нитки, которую вы вытащили из середины. Так она у вас точно пролезет. Вот, собственно, и все. Очень буду рад, если будете смотреть, ставить лайки, может быть, дизлайки. Обязательно пишите комментарии, меня они очень мотивируют, и я все время с удовольствием отвечаю на ваши вопросы. Ну, и можете, друзья, попросить подписаться на мой канал, чему я буду очень-очень признателен. Спасибо за внимание. Оставайтесь на связи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!